Я знаю, что ты меня еще любишь. Он там женщиной был. Я так не хочу жить. Он грохнет на собой. Даже любимые предают. Я очень боюсь остаться одна. И ты оказываешься на грани. Я покажу эти плиты чертова Метю! Ну как узнать правду? Метя, Петя, он выходит. Да убери ты камеру! Мы восстанавливаем справедливость. Я хочу его раздавить и уничтожить. Все готово, можем начинать. Да не ори, ты достала уже! И раскрываем тайны. Да *** я тебя спрашиваю! Ты больше не одна. Если вы хотите их наказать, мы вам в этом поможем. Все будет хорошо. В новом сезоне. Реалити-измены. На телеканале Ю. Ого, какие признания пошли! Ребят, как считаете, стоит ли женщине добиваться мужчину? Ну или все-таки мужчина должен добиваться женщину, ну как рыцарь? Если рыцарь стоящий, то совсем немного и на первых порах можно, но не более того. Такая позиция часто отпугивает мужчину. Мужчина по своей природе охотник, хочет добиваться, а не брать то, что само идет в руки. Вот Рената, к которой мы сейчас едем, на своем примере доказала, что построение отношений, ну а потом в дальнейшем и семьи, это дело рук именно женщины. И она же сама подозревает своего мужа в измене. Давайте будем надеяться, что ее подозрения окажутся беспочвенными. Да. Здравствуйте. Рената, здравствуйте. Проходите. Знакомьтесь, это Ирина. Это Татьяна. Очень приятно. Ну что ж вы стоите, пройдемте на кухню. Спасибо большое, что приехали. Я сама только прибежала, детей к маме отвозила. А детки у вас маленькие, да, совсем? Маши три годика, а Юре два. Рената, расскажите нам, что заставило вас к нам обратиться? Моего мужа зовут Аркаша. Мы с ним познакомились четыре года назад в Красной Поляне. Тогда большой компанией ездили кататься на сноубордах, на лыжах. Я сразу на него обратила внимание, он мне очень понравился. Вокруг него столько девочек крутилось. Ну, я все пыталась выбрать момент, чтобы остаться с ним наедине. И я так понимаю, вам это удалось? Да. Мы тогда всю ночь проговорили. Он мне рассказал, что он работает веб-дизайнером. Он сам родом из Омска. Поступил в училище и потом перебрался в Москву. А утром Аркаша мне сообщил, что они в компании собираются ехать в Вьетнам. В голове у меня сразу все помутнело, и я уже представляла, как мы лежим с ним на пляжу. Собственно, так и получилось. Я работала юристом в большой компании. Уволилась с работы, и мы уехали во Вьетнам. У меня тогда еще был молодой человек, тоже юрист, мы работали вместе. Но я была перед ним честна, сразу позвонила, объяснила ситуацию, и мы расстались. Но когда мы приехали во Вьетнам, я узнала, что у Аркадия есть девушка. Неприятный сюрприз. Да, это, конечно, был для меня просто шок. Девушка его по какой-то причине уехала в Москву. Ну и тогда у нас закрутился уже роман. То есть в Вьетнаме как раз и начались ваши серьезные отношения? Да, верно. Но через три месяца у нас закончились деньги, мы вернулись обратно в Россию. Жили мы здесь, у меня в квартире. Ну и спустя месяц я узнала, что я беременна. Мы пошли в ЗАГС, быстренько расписались. Знаете, я ни о чем не жалею. Дети радости живут. Если вы счастливы, то, конечно. Я так понимаю, сразу после рождения первого ребенка вы забеременели вторым? Я только на четвертом месяце узнала, что беременна. Ну и мы решили рожать. Ренат, а покажите нам фотографию Аркадия. Да, сейчас. Вот. Эффектный мужчина. Да, он действительно молодой веб-дизайнер. Кстати, он работает в офисе на какой-то компании? Нет, он работает на удаленке. И он ходит постоянно по разным кафешкам здесь, возле дома. Что мешает ему работать из дома? Дома дети. Дома очень громко постоянно. То дети кричат, то я там пылесосом шумлю, то еще что-то. Я понимаю. Одно дело работать, а другое дело проводить время с семьей. После рождения дочки все изменилось. Он перестал уделять мне внимание. Элементарно даже подойти, обнять, целовать. Вообще про путешествия, про какие-то прогулки по паркам. Я вообще забыла. То есть есть только я и дети. А он кроме веб-дизайна еще чем-то занимается? Да, да. Он увлекается фотографией. Его часто зовут корпоративы снимать, дни рождения. Ренат, смотрите, Аркадий спортсмен, веб-дизайнер, фотограф. Разносторонний развитый человек. Ну и вы говорите, он постоянно работает. Ведь он старается заработать для семьи. У вас есть какие-то конкретные подозрения? В последнее время все как-то ухудшилось. И я решила за ним проследить. Я отвезла детей к маме и пошла в кафе, в котором он встречался якобы с клиентами. И что там? Ну, когда я зашла в кафе, я увидела его с девушкой. Я не знаю, что это была за девушка. Он сразу запаниковал. Эта девушка сбежала. Я вообще не поняла, что произошло. Я спросила, кто это. Он сказал, что я ее не знаю, вижу в первый раз. Она сама ко мне подсела. Какую-то ерунду начал заливать. То есть он бурно отреагировал на ваше появление? Да. Но самое главное, я заметила, что на нем не было обручального кольца. Он это как-то объяснил? Да. Он сказал, что у нее аллергия и чешется палец. Но это такая ерунда. Но я же не дура. Я же понимаю, что это... Пожалуйста, успокойтесь. Вполне вероятно, что все действительно именно так, как говорит Аркадий. Я не знаю, что мне думать. Я просто уже запуталась. Я так устала. Дома, дети. Не заводитесь. Я понимаю, что вы устали. И двое маленьких детей. Старайтесь находить все-таки время на себя. Где-то отдавать детей маме. Рената, скажите еще, как у вас стоят дела в спальне? Да никак. Если секс есть, то только по моей инициативе. Мы вас поняли. Мы обязательно постараемся вам помочь. Спасибо. Я буду вам очень благодарна. Нам нужно будет установить камеры видеонаблюдения в вашей квартире и осмотреть вещи Аркадия. Да, конечно. Квартира полностью в вашем распоряжении. Это Аркадий. А поставьте громкую связь. Да, секунду. Алло, да. Слушай, я там где-то зарядку от компа посеял. Не знаю, дома или в машине можешь посмотреть? Да, сейчас. Секундочку. Да, есть зарядка. Можешь вынести? Я уже недалеко. Да, хорошо. Я сейчас спущусь. Как хорошо, что он сам не поднялся за ней просто. Петь, как только Аркадий уедет, можешь к нам подниматься. Мобильная группа, наблюдайте за подъездом. Хорошо. Ребята, за Аркадием проследите. Принято, делаем. Ренат, это Петр, наш технический специалист. Камеры, прослушка, это все по его части. Очень приятно. Ренат, очень приятно. Ренат, вы позвольте камеры поставить в вашей квартире. Да, конечно. Ренат, это все-таки его увлечения. Это на самом деле хорошо, что вы поддерживаете мужа в его спортивных увлечениях. Иметь хобби очень важно. Многие люди забывают об этом сейчас. Скажите, пожалуйста, а кроме того компьютера дома есть что-то, планшет? Нет, у него только рабочий компьютер, и он всегда его носит с собой. А автомобиль? Да, автомобиль есть, он стоит здесь во дворе, и я как раз на нем сейчас за детьми поеду. Отлично. Пойдемте тогда вниз, и я поставлю там камеры. Прекрасная мысль. Рената, ну, а мы ничего подозрительного не нашли. Ну что, пойдемте. Позвольте ключи. Да. Спасибо. А он точно не догадается? Рената, не беспокойтесь, камеры очень маленькие, плюс Петр профессионал своего дела. Главное, ведите себя как обычно, чтобы не вызывать лишних вопросов у мужа. Ну, а мы, в свою очередь, будем следить за всеми его передвижениями. Хорошо, я постараюсь. Держите ключи, камеры стоят, ведем видеозапись, круглосуточная. Спасибо вам большое, я побегу. Да, конечно. До свидания. Конечно, переживает она. Да, нервничает. Ее можно понять. Ребят, прием, где сейчас Аркадий? Аркадий работает в кафе, похоже, уходить оттуда не собирается. Сделал заказ. Мы следим за ним, принимайте видео. Да, спасибо, смотрим. Я предлагаю ехать в кафе. Поддерживаю. Ребят, едем к вам, скиньте геометку. Ну что, девчонки, надо идти разговаривать в кафе с Аркадием. Кто возьмет на себя эту миссию? Ир, давай ты. Мне что-то подсказывает, что Ирина больше во вкусе Аркадия. С чего это вдруг? Как минимум по цвету и длине волос. Петь, давай камеру и, знаешь что, дай мне какие-нибудь ключи. А зачем тебе ключи? Есть у меня одна идея, потом увидите. Аккуратно. Спасибо большое. Пожалуйста. Извините, пожалуйста, вы здесь часто бываете? Я просто первый раз забежала перекусить. Может, посоветуйте что-то здесь, фирменное здесь? Могу посоветовать. Вот мне карбонар нравится очень. Так вот какой у Ирины был план. И он сработал. Да, добрый день. Вы знаете, я, наверное, буду пасту карбонаром. Смотри, как Аркадий на официантку смотрит. Прям раздевает взглядом. Нормальный мужик. А еще у этого нормального мужика на пальце снова нет обручального кольца. Извините, а мы с вами не случайно нигде не встречались? Неужели он узнал Иру? Думаешь, он смотрел наши реалити? Может, это лицо такое очень знакомое? Правда? Да. Вы не модель случайно? Ну, какая я модель? Я бухгалтер. Для модели моя внешность слишком обычная. Выкрутилась. Мне кажется, что он просто так решил подкатить. Ну, такая вот схема. Мне кажется, у вас очень интересный такой типаж. Знаете, прям хочется вот поснимать. А вы фотограф? Да, да. Я фотограф. А почему он сказал Ире, что он фотограф? Он же веб-дизайнер. А может быть, он фотографирует лучше, чем сайты делает? Ммм, как интересно. Аркадий, меня зовут. Очень приятно, я Ирина. Взаимно. Вот, кстати говоря, раз мы так вот резко перешли на фотографии, может, хотите фотосессию? Слушайте, ну, вообще, конечно, я не отказалась бы. Если у вас свободное время, вот скажем, завтра. Прям с места в карьер. Почему бы и нет? На самом деле, молодец, как мужчина, ищет все способы подработки. Это похвально. А еще он, как мужчина, похвально ведется на Ирин Флирт. Я работаю по такому принципу, что вообще вся фотосъемка бесплатно идет. Вот, единственное, что модель сама оплачивает. Аленду, фотостудия, 800 рублей в час получается. А, вы говорите, что бесплатно. А в чем тогда ваш интерес? Работаю, снимаю бесплатно. Вот, а потом показываю вам фотографии, обрабатываю их. Если вам и не нравится, то продаю вам за 500 рублей за снимок. И, в принципе, я думаю, я могла бы. Давайте сразу договоримся, что никаких обнаженных фотографий, ну, вот эти, которые, как это называется? Ню. В стиле. Ню. Да, ню. Ну, вот, я уже губы раскатал. Я шучу, 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 шучу. Нет, я шучу, конечно же, не. Тогда давайте завтра в 12 часов в фотостудии. А вы мне адрес пришлете? Да, обязательно, только да. Можно ваш контакт? Да, конечно. Приятно было познакомиться. Взаимно, Ирина. Да, до свидания, до завтра. До завтра, да, до свидания. Как мы сможем поставить камеру в его фотостудии и узнать, что там происходит? Вот это мне очень интересно узнать, потому что я сильно не уверена, что речь идет о подработке. Может быть, здесь какой-то другой интерес? Мобильная группа, продолжайте наблюдение. Похоже, у меня скоро будут очень крутые фотки. Не боишься к нему в студию идти? Вдруг к нему там логово синей бороды? Вполне возможно, учитывая то, как он со мной флиртовал. И вообще, честно говоря, на первый взгляд, мне кажется, ну, он такой бабник. У него звонок, давайте послушаем. Алло, привет, Диан. Нормально, ты как? Интересно. И что это у нас за Диана такая? Конечно, ну, давай, давай повторим. Да, как в прошлый раз. Да, да, было круто. Что это за прошлый раз? О чем это вообще? Вам не кажется, что они вполне могут и про секс разговаривать? Ладно, хорошо, давай наберу тебя. Давай, до встречи. Я предлагаю пока Ренате ничего не рассказывать. Ни про подработку, ни про эту Диану. Соберем больше информации, а там будем решать. Аркадий после кафе вернулся домой. Ни с кем не созванивался, не встречался. Все бы ничего, если бы он еще на ту официантку не глазел постоянно. Я, кстати, заметила, что она его уж очень заполновала. Ну, не больше, чем ты, Ир. Интересно, чем он займется дома, пока нет жены и детей? О, ребят, смотрите, а вон Рената. Ой, Аркадий, ты уже дома? Угу. Привет. Привет. Да я на секундочку забежала, а то дети проголодались. Сама-то не проголодалась? Да нет, не проголодалась. Смотрите, Аркадий прям проявляет заботу. Может, ты с нами хочешь погулять? Давай, давай. Ну, давай, давай, давай. Собирайся побыстрее. А то там Лиза ждет. Неудобно все-таки. Она с нашими детьми сидит. А, блин. Я забыл. Проекты делать надо. Давай попозже немножко. Странный он какой-то. Только что согласился погулять с детьми и тут же отказался. Что-то мотает его, как флюгер из страны в сторону. Не находите? Правда, не знаю. Аркадий, ну какой проект? Ну, работаю я, не успеваю. Ну, Аркадий, ты можешь с нами хоть раз погулять, уделить ответ? Ну, это раз. Ты говоришь, как будто я никогда не гуляю вообще. Никогда не гуляешь. Да мне работать же нужно. Да твоя работа – это сплошные отмазки. Ты вообще забыл про меня и про детей. Нет, подожди, не кричи на меня. Почему? Может быть, действительно надо сделать что-то срочное? Он же на удаленке работает. График ненормированный обычно. Я могу выйти сейчас на улицу? Я буду просиживать штаны. А кто будет деньги зарабатывать? Ты можешь мне объяснить? Как всегда, все, Аркадий. Нечего сказать тебе. Да, нечего сказать. Ринату явно не устраивает его такой ненормированный график. Его можно понять. Все-таки семья, двое маленьких детей. Он пытается взять как можно больше проектов заработать для семьи. Не вижу в этом ничего криминального. Только они из-за этого поссорились? Ну вот, у тебя есть срочный проект. Улегся на диван и смотрит видео с лыжных спусков. Видимо, ностальгирует по тем временам, когда мог вдоволь заниматься экстремальным видом спорта. Заходите, 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 мои хорошие. Заходите. Ну что, нагулялись? Да, нагулялись. Молодцы. Ой, Аркаш, давай детей сразу в ванну. Искупай их, пожалуйста, а то они поушечки. У них такие детишки милые. Ринат, пожалуйста, я поработаю немножко. Давай сама прям прошу тебя. Даже как-то странно, но неужели ему сложно искупать детей своих? Тем более он их не видел весь день. Аркадий совсем не хочет заниматься с детьми. Похожая роль отца дается ему непросто. Ты постоянно работаешь? У меня такое ощущение, что я мать-одиночка. Не кричи, не кричи. В смысле не кричать? Я тоже работаю. Я тоже работаю. Каждый день, чтобы, между прочим, вас тут обеспечить. А я не работаю. Я с детьми сижу постоянно. Без поддержки мужа сложно одной. А Аркадий как будто не понимает. Все это время, пока Рината гуляла, Аркадий не занимался своими проектами, а смотрел видео. Я убираюсь. Я постоянно, блин, стираю тебе. Ладно, Рината, все спокойно. Тебе так сложно детей покупать? Не сложно, не сложно, детишки. Пойдемте. Но тут, конечно, тоже важно, чтобы Рината не передавила, иначе у него вообще отпадет желание заниматься домашними обязанностями. Таня, может, нам поговорить с ней об этом? Да, почему нет? Алло, Рината, здравствуйте. Мы видели вашу ссору, я бы хотела с вами поговорить об этом. Мы понимаем, что вы очень обижены холодностью мужа, но упрекать его в отсутствии интереса к домашним делам, особенно в такой форме, это не лучший выход, поверьте. Сейчас намного лучше постараться максимально дистанцироваться и не обращаться к нему без крайней необходимости с домашними вопросами. Хорошо? Ринат, я понимаю, что вам обидно и неприятно такое его поведение, но и вы поймите, истерика не выход. Мужчины очень не любят, когда женщины закатывают им скандалы, тем более по бытовым вопросам. Ну, вот и чудно. Хорошего вам вечера. До свидания. Я думаю, что у Ринаты просто были совсем другие ожидания от жизни с Аркадием. Ну, и в финансовом, и в бытовом плане. Она ведь привыкла совсем к другому уровню, и сейчас ей приходится очень сложно. Но ведь это был ее осознанный выбор. Она любит Аркадия, и она понимала, на что шла. Ну, еще хорошо, что она не особо его пилит в материальном плане. Ладно, я предлагаю сегодня закругляться, но все равно, на мой взгляд, ничего интересного уже не произойдет. Мобильная группа сообщила, что вчера ничего любопытного не было. Рината уложила детей спать и сама уснула, а Аркадий смотрел в ноутбук. А утром взял велосипед, и что бы вы думали, положил его в машину и поехал в фотостудию. Как интересно, велосипед в фотостудии зачем? Ладно, с ним, с велосипедом. Я вот все про Ринату думаю. Я очень надеюсь, что наш вчерашний разговор принесет свои плоды, и она, наконец-таки, перестанет давить на мужа. Кстати, почти 12. Готово? Ой-ой-ой, ну, как я выгляжу, ты только честно. Как всегда, великолепно. Мобильная группа, попробуйте еще через окно посмотреть. Принято дело. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, вы, кстати, прям вообще очень даже вовремя пришли. Ну, если вы помните, я бухгалтер, поэтому четкость, это мой конек. Классно, давайте сразу договоримся, если вас это не будет смущать, или вы не против, на ты. Да, хорошо, я не против. А где сумочку? Могу, да, там поставить? Да, ладно. Две-три минуты на настрой, свет, и все, и мы начнем, окей? Да, хорошо. Все, отлично. Как быстро он решил на ты перейти. Да ладно тебе, Таня, ну, может, так легче войти в контакт с моделью? Девушки. Как у нас трое? У вас уже были бы здесь? Честно говоря. Так, а вот и первая камера. Ир, видим тебя. Давай такими же темпами. Хорошо, хорошо. Ну что, наверное, лучше. Готова? Да. Ну тогда раздевайся. В смысле? Ну, прямом. Ладно, ну все, я шучу, это просто шутка. Вот шуточки пошли. Просто разрядил обстановку, ну он просто прикалывается. Вот она, отлично. На меня, на меня. Да-да-да, вот немножко голову вниз, и так здесь под лоб, это как у меня. Хоть мне и не очень нравится, что кто-то там нашу Иру фотографирует, но Аркадий профессионально относится к делу, в этом он молодец. Смотри, прям подкар. Ого, это я? Ну, а кто ж еще, не я же. Кстати, у меня свободный вечер. Ну ты не подумай, я обычно не приглашаю мужчин. Если ты свободен, можем посидеть, выпить что-нибудь. Я, на самом деле, с удовольствием вообще. Классно, такая открытая, и мне очень приятно это слушать. Но я женат, и совсем не правильно. Ой, тогда сори, я просто не знала. Да нет, нет, конечно. И даже не отреагировал на Ирина предложение. Ну, стал бы он признаваться, что он женат, если бы у него были действительно планы на Иру. Вполне возможно, что Ира просто не в его вкусе, или у него есть постоянная любовница. Честно говоря, такой старый стереотип. И смотрю, у тебя кольца нет? Да, ну, я просто малой стал, я поправил тебя. Интересно, про кольцо правду сказал. Ведь для Ирина у него была другая версия. Все, хорошо, спасибо. Все. Я тебя буду советовать, свою подружку. Да, точно. Получается, он продолжает подрабатывать как фотограф, вот только Ирина тебе об этом не говорит. Вряд ли Ирина тебе понравится, что он флютует с девушками, ради того, чтобы организовать фотосессию. Хотя, с другой стороны, он же все-таки деньги для семьи зарабатывает. Что я скажу вам? Снимает он действительно очень классно. Ну, разве что юмор у него, конечно, такой своеобразный. Возможно, это просто профессиональная этика, и он принципиально не флюртует со своими клиентками. К тому же, помните, она застукала его с какой-то девицей в кафе. Возможно, он просто боится связываться со своими клиентками, особенно с новыми. Но она же у нас еще та шпионка. Вдруг подошлет какую-нибудь подружку свою, ну, чтобы проверить. Алло, привет. Да, да, я уже освободился. Ага, да, с тобой вообще в любое время. Все, давай, выезжай, выезжай. Давай, до встречи, пока. Интересно, с кем это он? Что-то подсказать мне, что точно не с Ренатой. Ну что, поехали за ним, узнаем подробности. Интересно, зачем он приехал в парк в такую погоду? Смотри, какая-то девушка на велосипеде явно едет прямо к нему. Они что, на велосипедах собрались покататься, что ли? Давайте послушаем. Как дела в студии? Все хорошо, справляешься? Да, прям вообще классненько, мне нравится. Клиенты тоже идут. Здорово. Все-таки я тебя туда пристроила, я, сам понимаешь, за тебя отвечаю. Да, вообще, спасибо тебе в нему, прям. Вырычаешь меня постоянно, прям очень благодарен за это. А, похоже, это знакомая, ну, какая-то подруга Аркадия, и, видимо, тоже фотограф. А сколько у нас времени? Для тебя я прям весь в твоем распоряжении. Отлично, ну, у меня съемка только вечером. Диана, я тогда сейчас переоденусь быстренько. Это та самая Диана, с кем он вчера разговаривал по телефону, и они решили повторить, как в прошлый раз, помните? Горнолыжку хочу вообще безумно просто, прям вообще. Ну, так ты купил то снаряжение, которое я хотел? Да, я купил. Как иди в правду. Блин, ну ты вообще фанатик. Хочу попробовать. Ренат, когда тебя отпустит в горы? Да куда она денется, отпустит, конечно. Получается, это Диана знает Ренату. Я хочу купить билет в пансионат ей и тёще, и детям, вот, чтобы тоже не обижалась. Сейчас закрою. Ой, как удобно, сам в горы, а жену в пансионат. Я думаю, это просто дешевле. Ну, он хочет покататься, а тащи всю семью на склон, это, во-первых, накладно, у него ещё и кредит. Радует хотя бы, что он вообще не забыл про жену и детей. Я думаю, у него нет другого варианта. Иным путём ему горы не светят. Да, отличная погода для покатушек. Мобильная группа, там у вас самокат, по-моему, был, да? Давайте за ним и не упустите его. Принято, едем. Я так понимаю, из-за их разговора мы сегодня ничего интересного не услышим. Они же вроде кататься приехали, а не болтать. Ты голодный? Я очень голодный. Я с утра вообще ничего не ел. Может, тогда ко мне зайдём здесь? Пять минут буквально, я тебя накормлю. Да? Накормишь? Напоишь? Спать ложишь? Нет, ну, спать я тебе точно не дам. Диана всё-таки нашла повод затащить его к себе. Что-то мне подсказывает, что интим у них всё-таки намечается. Давайте за ними. Не упустите их, мы поедем по точке за вами. Принято. Ребята метку скинули. Сейчас подъедем к дому. Нужно проследить за ними. Неужели Рената всё-таки не зря подозревала мужа? Подозрения вообще редко бывают беспочвенными, но так или иначе, сейчас мы всё увидим. Ребят, поднимайте коптер. Четвёртый этаж левее от лестничной клетки. Принято. Вы это видите? Ага. Там что, мужчина ещё, что ли? Это очень неожиданно. Может быть, это муж Дианы или её парень? Я не знаю, кто это. Мне кажется, что мы зря подозревали Диану с Аркадием. Видимо, они действительно просто друзья. Или, как вариант, когда Диана приглашала Аркадия, она не знала, что дома будет её парень. Ну, хотя маловероятно. Мне кажется, тут, конечно, всё не так однозначно. Я думаю, что вообще нам надо рассказать Ренате про подработку фотостудии. Может быть, она порадуется, как-то расслабится, что Аркадий не с кем-то там время проводит, а зарабатывает деньги для семьи. Полностью поддерживаю. Я думаю, они долго могут сидеть. Поехали пообедаем. Объект на вас. Если что, сообщайте, мы отъехали. Хорошо, принято. О, Рената звонит. Алло, Рената, здравствуйте. Пожалуйста, не волнуйтесь. Всё хорошо, пока ничего не указывает на то, что Аркадий вам изменяет. Только один нюанс. Вы знаете, мы узнали, что Аркадий подрабатывает фотографом в студии. Видимо, он старается больше заработать для семьи. И мы предположили, что вам он не рассказывает. Ну, потому что не хочет, чтобы вы волновались и ревновали его к моделям. Этого мы не знаем, но на эту работу его устроила девушка по имени Диана. Вы знаете такую? Мы думаем, что точно ничего нет. К тому же, по всей видимости, у неё есть парень или муж. Мы видели, как он к ней приходил. Ах, это брат. Понятно. Нет, он просто зашёл к ей что-то отдать. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь, потому что мы следим за развитием ситуации. Постарайтесь пока ничего не говорить мужу, ничего ему не предъявляйте. Хорошо? Мы будем держать вас в курсе. До свидания. В общем, Диану она знает, потому что они раньше, ну, были в одной горнолыжной тусовке, а это её брат. И парня у неё нет, потому что она с ней, ну, общается и постоянно следит за её социальной сетью. Вот мы и узнали, что, оказывается, Диана у нас свободная и вполне себе возможно крутит роман с Аркадием. Не знаю. Мне кажется, что они не выглядят как любовники. Ну, по крайней мере, какой-то нежности в их отношениях я не заметил. Но если они поедут в горы вдвоём, вдали от семьи, мне кажется, всё что угодно может произойти. Петь приём, Аркадий вышел от Дианы, доехал на велосипеде до своей машины, по дороге заехал в магазин около дома. Продолжайте наблюдение. Следим за ним. О, вот и Аркадий. Смотрите, идёт с полными сумками, да ещё девушке с коляской помогает. Это телец, вот это. Ага, молодец. Я что-то не могу понять. 15 минут прошло, он до сих пор не зашёл в дом. Тоже не понимаю, куда он подевался. Может, в лифте застрял? Ну, может быть, с соседом заболтался. Давайте подождём. Ой, там папа пришёл. Вы давайте поиграйте тут, а я пойду папу встречу, хорошо? Да. А вот и Аркадий, наконец-то домой вернулся. Подождите, а почему у него только один пакет? Ты уже пришёл? Да, я к Лизе зашёл. К Лизе? Да, продукты я занёс. Зачем? Да, она просила мне сегодня помочь детской питали купить. В лифте встретились. Угу. Поэтому я тебе тоже пусяшку купил. Ой, мои любимые конфеты. Спасибо. Как я понял, она периодически сидит с детьми Аркадия. Вот он и помог. Мне кажется, это только похвалы достойны. В принципе, да, я согласна с тобой, Петя. И к тому же про Ринату он не забыл. Ей тоже купил её любимые сладости. Может, вообще она зря его подозревает? Сегодня мамашки на площадке сказали, что третий сынок-то Антошка у Лизки. Да? Не от мужа, а от любовника. Вот и сплетни про соседку пошли. Рината, вот тебе-то вообще нужно, тебе-то интересно. Вот зачем ты в чужую жизнь лезешь-то вообще? Ой, да ладно тебе, что такого? Не могла она выгнать мужа с тремя детьми. Ну что за бред? Неужели ему это всё интересно? Лучше бы Рината с мужем свои проблемы обсудила, чем чужую личную жизнь. Мне кажется, это вообще не наше бумагело. Я вообще устал. Я тут прилягу. Вот, собственно, и всё общение. Поговорили немножко и разошлись каждый по своим углам. Аркаш, слушай, когда ты эту дверцу починишь на холодильнике? Она скрипит уже, я не могу, у меня уже сил нет. Давай завтра. Ну что значит завтра? Ну, Аркаш, ты мне уже неделю обещаешь. Неделю обещаю, а завтра сделаю, честно. Не оба выбирают самый подходящий момент, чтобы поговорить. Блин, что ты напрягаешь меня постоянно? Я тебя уже вообще ничем не напрягаю. Не надо кричать, только пожалуйста. Да что не надо кричать? Ты вообще живёшь какой-то параллельной жизнью. Ну, Ринат как будто не чувствует, когда лучше подходить к мужу с такими вопросами. Петлю смазать? Ну, дело двух минут. Я не понимаю, почему он отказался. Мог бы это по-мужски быстро сделать. Чё несёшь ты вообще такое? Я знаю, что ты этим фотографом подрабатываешь. Господи. Ну вот и зачем она сейчас это делает? Рассказала, что знает про его подработку. Ну а что вы хотели? Она на эмоциях ревнует его. Да, подрабатываю. Хочу заработать денег. Ты вообще откуда знаешь это? Следишь за мной, что ли, а? Да вот делать мне больше нечего. Друзья хорошие есть. Ну, хоть выкрутиться получилось. Ну, ведь ей и правда кто-то мог сказать об этом. Да почему нельзя было прийти и просто сказать? Ну, вы же семья. Я всегда тебя поддержу. Ну, ты же знаешь. Я хотел просто подзаработать денег, чтобы мы нормально. И на море съездил, и я покатался на своём сноуборде. Аркадий всё нормально объяснил. Они помирились. Хорошо, хоть про Диану никто не обмолвился. Наверное, просто он понимает, что она будет его ревновать. Об этом я и говорю. Всё от недосказанности. Он вовремя не сказал, она накрутила. Вот результат. Предлагаю по домам. Может, у них как-то и до интима дойдёт дело. Чего им мешать? По-хорошему, конечно, надо проводить больше времени вместе. Поехали. Петь, ну что, как там наша парочка? Есть новость? Ребят, прислали информацию, посмотрели видео за ночь. Они вчера легли вместе в одну кровать. Хорошенько уснули. Ничего особенного. А сегодняшнее утро молодых, спокойные. Но Аркадий, правда, собирался куда-то уехал. Ребята его ведут. Петь, приём. Аркадий приехал в мебельный магазин. Принято. Видимо, для дома что-то купить. Рената же его попросила. Только что он встретился с девушкой, той самой Дианой. Ловите картину. Да, спасибо. А ты, кстати, чего своего брата-то не попросила помощи? Я, конечно, могла, но он работает с девяти до семи. Когда ему? Да. И вообще, Аркаш, что за претензии? Я тебе клиентов по дружбе на фотосессии подгоняю, а ты мне люстру довезти не можешь помочь. Не бухти только. Просто помог ей коробку отвезти. Никакого криминала. А ты слышал про закон обмена энергиями? Ты мне, я тебе. Я могу твой долг и натуру принять. Каково ещё это? Нет, я серьёзно. Может, даже твою душу позвать. Как раньше, чтобы втроём. Ничего себе, какая прыткая. Она предлагает секс по старой памяти. Получается, раньше между ними что-то было. Значит, Рената не зря переживала. Она её ищет. Нет, я уже всё. Я завязал. В прошлой жизни я знаю цену изменам, поэтому прости. Я не хочу к этому возвращаться. Я уже ответственный и женатый человек. А это женись бы тебя так изменила? Или Ренатка так приструнила? Сейчас, по всей видимости, Аркадий не спит Дианой. И вообще, по его словам, не изменяет жене. Я так понимаю, раньше он мог крутить роман. Не с одной девушкой одновременно. Давайте не будем ханжами. Пока все молодые, холостые. Можно себе позволить некие шалости? Я приятно удивлена. Диане он отказал. Просто довёз её до дома. А сам приехал в фотостудию. Наверное, сейчас какой-то клиент к нему подойдёт. Будет сногсшибательная фотосессия. Ты что за девушка? Интересно, ты на фотосессию пришла? Устала? А вы не находите, что у неё какое-то очень знакомое лицо? Когда ты поговоришь с Федором? Лиза, я же тебе сказал, что нужно ещё время. Нужно время. Слушайте, а не Талец соседка, которой Аркадий помогал продукты принести? Да это точно она. Ну, сейчас она вообще не выглядит какой-то замученной мамашей троих детей. Я бы её вообще не узнала. Видимо, подготовилась к фотосессии. А сколько вы не ждаете? Год? Ну, ты пойми, ну... Надо, чтобы дети подросли хотя бы. Ну, и квартиру нужно новую найти. Представляешь, дети будут жить вместе с отцом. А ночевать будем в разных квартирах. Я что-то не понимаю. У них что, роман? Выходит, Аркадий спит с соседкой, с которой дружит Рената. Теперь-то понятно, почему он носит продукты соседки. Он просто помогает своей любовнице. Мобильная группа, давайте к окну студии. Принято. А ты что, Антоша? Здравствуйте. Мы начнем спрашивать, кто его? Я же вижу его каждый день. Аркаш, я просто хочу, чтобы у моего ребёнка был отец. И получается, он отец её ребёнка? Я просто в шоке. Вот это он подонок. Помните, Рената говорила ему якобы сплетню, что Лиза родила третьего ребёнка от любовника, а не от мужа. А муж якобы об этом узнал и бросил её. Вот только она никак не могла знать небольшой нюанс, что этот любовник и есть Аркадий. Значит, Рената он никогда и не любил. Аркаша, мне кажется, она просто другу. Почему? Да, на одном ребёнке не остановился. Она залетела от меня, и всё. Я уже в кандалах оказалась. А потом второй. Бедненький. Замучили. Господи. Честно, какие ж идиоты иногда встречаются? Слов нет. Получается, их отношения начались ещё, когда Лиза была замужем. Он сделал ей ребёнка, имея двух своих. Он чем и о чём в этот момент думал? Какой верх цинизма. Изменять своей жене прям под боком. Теперь надо как-то Ренате об этом рассказывать. Предоставься ты мне. Да, Рената, здравствуйте. Это Татьяна. Мы хотели бы с вами поговорить. Мы сможем подъехать? Отлично. Тогда спуститесь к нам. Мы будем где-то через полчаса. Хорошо. До встречи. Даже не спросила ничего. Как чувствует? Поехали. Хорошо, что мама заехала и хоть детей с ней оставила. Ну что, всё плохо? Он не изменяет? К сожалению, да. Ошибки быть не может. Это не ошибка. У нас есть видео. И если вы готовы, мы можем его показать. Да, включайте. Я Рената не люблю. Понимаешь? Я люблю тебя. Лиза. Она залетела от меня, и всё. Я уже в кандалах оказался. И потом что-то... Он всегда только издевался надо мной. Я же его оправдывала. Я думала, что он из-за детей, из-за кредитов, из-за этих. А он спутался, да ещё с кем. Рената, пожалуйста, не плачь. Мразь какая! Рената, мы понимаем, что вам очень больно. Да, он оказался совсем не тем человеком. Да вы не понимаете. Я ему... Я ему всю жизнь твою отдала. Все эти четыре года Аркаше, то Аркаше, всё. А он... Чем он меня сплотил? Да чем я вообще за него боролась? Так, Ренат, пожалуйста, успокойтесь. Вам вообще не надо себя ни в чём винить, понимаете? Отношения – это всегда заслуга обоих. Нет больше никаких отношений. Нет у нас больше синие. Я его ненавижу. Я его когда встречу, я его убью. Я эти, ***, все глаза повицарапываю. Рената, успокойтесь. Возьмите себя в руки, пожалуйста. Ренат, давайте успокоимся, правда. Вы сейчас на эмоциях, и можете наделать таких глупостей. Мы в любом случае вас поддержим. Ренат, Петя прав. Если вы хотите отомстить Аркадию, мы поможем вам в этом. Но только давайте без самодеятельности. Хорошо, я очень хочу, чтобы вы мне помогли. Пожалуйста. Вы уверена в этом? Да, я уверена в этом. Я хочу, чтобы он унижался. Вы понимаете, что он вам не столько комплексов поселил. Я верить в себя перестала. Я же ему детей родила. Ну как так можно? Ренат, вам придется собрать всю свою волю в кулак, потому что вам нужно будет сделать так, чтобы Аркадий ни о чем не догадался. Вы не сможете закатить ему ни сцену ревности, ни скандала, ничего в этом роде. Я смогу, у меня с этим все нормально. Кстати, у меня уже есть одна идея. Так. Слушайте. Отлично, мне нравится. Тогда мы будем держать вас в курсе. Спасибо. Я тогда побегу, хочу подышать, чтобы мама ни о чем не догадалась. Это правильно. Хорошо. Если что, звоните. Хорошо. Спасибо большое. Я уже в предвкушении. Что у нас получится? Поехали по дороге, обсудим. Ренат, ну как вы? Все в порядке? Да, вроде бы да, держусь. Детей к маме отвезла. Это хорошо. У нас тоже все готово. Реквизиты камеры стоят. Аркадий точно ничего не заподозрил? Нет, я все сделала, как вы сказали. Сказала ему, что у Лизы скоро день рождения, что ей нужен подарок. Мы с мамочками посовещались на детской площадке и решили подарить ей фотосессию в фотостудии. Да, ну и как? Он быстро согласился бы на это? Сначала поколебался, а потом я его еще добила тем, что якобы ты начал опять заниматься фотографией. Надо делать портфолио, фотографировать почаще в студии. Ну и он, да, согласился. Сама Лиза легко согласилась? Она согласилась, только я попросила Аркадия, чтобы он ее привез. Мы знаем, что они уже едут. У нас в машине стоят камеры. Давайте посмотрим, о чем они говорят. Как ты вообще на это согласился? Да блин, у меня уже не было возможности отказаться, знаешь. Да зачем мне фотосессия? Больше подозрений бы возникло. Фотосессия зачем? Мне она тоже не нужна, на самом деле. Вообще все это идеи не нравятся, что там Рината придумала. Знаешь, что я предлагаю? Давай просто чисто для галочки сделаем пару кадров. Какие же они лживые циники. Судя по их лицам, они как-то не очень довольны происходящим. Ну, еще бы. Такого они точно не ожидают. Ринат, я предлагаю пойти нам в фотостудию и подготовиться. Да, пойдемте. Петь, Лиза и Аркадий подъехали. А ей как это в голову пришло? Не знаю. Короче, давай разберемся на месте уже. Ладно, пошли. Привет. Здравствуй, дорогой. Привет, Лизочка. Привет. Это мои вещи, что ли? А что такое? Вам что, не нравятся декорации? По-моему, очень креативно получилось, нет? Прикольно, конечно. Подожди, подожди. Только нужно сделать пару штришков. Сейчас спустится мой помощник и поможет мне. А зачем это все? А вы сейчас узнаете, зачем. А вы сейчас узнаете, зачем. Интересно. Так я не участвовала в этом, что за бред. Вы не волнуйтесь, вы волнуйтесь, все хорошо. Все хорошо. У меня сегодня день рождения, ты нормальная вообще? С днем рождения, Лизочка. Здравствуйте. Что это такое? Что? Рината, Рината, возьмите себя в руки, милая. Что происходит? Хватит снимать, вы нормальны? Что это такое? А я вам объясню, мы реалити-измены. И к нам обратилась Рината, потому что начала подозревать вас в неверности. И как вы понимаете, мы помогли ей узнать всю правду, Аркадий. Ирина, да? Ирина. Бухгалтер. Ну, да. Классно, классно придумали, конечно. Да, кстати, знаете, Аркадий, фото хорошее, но, честно говоря, не шедевр. Конечно, да, да, да. Можно только не снимать. Давайте просто поговорим нормально. Я просто не понимаю, как ты мог, да еще с кем, с этой подстилкой. Что ты сказала? Девушка, возьмите себя в руки. Ничего, что вы спите? Собро рот. Что? Ты, 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 третьего ребенка, от сына, от того мужика, отеляла. А теперь и моих детей. Моих детей, да? Рината, 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 я тебя не люблю, ясно тебе? Я тебя не люблю. Я живу с тобой только ради детей. А почему нельзя было об этом честно рассказать? Я хотел сказать. Я хотел просто... Когда? На что случилось? Язык потерял. Ты слабак, Аркадь, что ты всегда был слабаком. Потому что за этой красивой отверткой скрывается трусливый, поганый щенок. Козел ты. Такой ты козел, как можно было. Я тебя так любила, Рината. Успокойся уже. Как? Что ты, Аркадий, не нравится спокойно, а? Да вели же... Да вообще, блин, я вчера спи... Давай держусь в руку, Аркадь. Я тебя в руки. Где остальные вещи? Остальные вещи ты будешь искать у Лизы под дверью. Понимаешь? Просто, просто... Забирай его со всеми потрохами. И живите вы, как хотите. Поняла? Вы же, че... Ребенок такой же, ребенок его. И он имеет право, че... На нормальную семью. Че... Он же, как твои дети, поняла? Мать, блин, а? Господи, мать троих детей матерится, как сапожник. Рот, как вы хотите? Давайте это наше отношение. Я не могу сапожник. Вы еще поуказывайте, вы мне что там не делаете. Как ты потом будешь смотреть в глаза наши дети? Идите с этой программы. Она права. Пойдемте, мы здесь закончим. Давайте, а то задержались уже. Вряд ли вы с Ринатой поговорите. Ринат, ну, пожалуйста. Не плачьте, уже все позади. Посмотрите на меня. Это очень и очень хорошо, что вы сейчас увидели истинное лицо своего мужа. Такому я буду нужна с двумя детьми? Я понимаю, что пример не самый лучший, но ведь вашего Аркадия не остановило наличие двух детей у Лизы. Конечно, такого добра мы вам больше не желаем, но вы обязательно встретите достойного мужчину. Да. У вас двое замечательных малышей. Сосредоточьтесь сейчас на них, а остальное обязательно к вам придет. Да. Я встану на ноги ради детей и ради себя. Это я из-за этого козла стала. Это долбанная истеричка. Я знаю, что для себя самая правильная активация. Просто не забывайте, что вы у себя есть. Спасибо. Вот теперь, Ринат, нам нравится ваш настрой. Я уверен, что у вас все получится. Ребята, отвезите Рината. Да, мы уходом. Вас будет ждать машина. Спасибо большое. До свидания. Жалко, конечно, что все так закончилось. В принципе, к этому все и шло. Рината просто очень любила Аркадия и думала, что сможет его изменить. Но, как известно, изменить взрослого человека невозможно, если только он сам этого не захочет. Но вообще залог счастливых отношений – это, в первую очередь, взаимность. Чего в этой семье не было. И влюбить насильно, как вы знаете, невозможно. Петя, а вот я тебя очень сильно люблю. И я. А я вас просто обожаю, девчонки. Ну что? Это любовь. Я хочу мороженое. Хорошее место? А я мороженое. Редактор субтитров А.Семкин